Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, пятница 13, раннее утро, и пока единственное, чем порадовали разработчики, это новым набором в индивидуальных предложениях на 3 дня за 3113 голды купить себе кошмара. Ну, не знаю, предложение такое себе, с одной стороны вроде бы и интересное, вроде бы и выгодное, а с другой стороны кошмар, далеко не самая крутая машина в нашей игре на пятом уровне. Что касается того, что вам положили в набор, вам положили в набор 3 контейнера плохая компания, вам положили 13 дней према, полмиллиона серебром, есть обвес крылья ночи, X5 в количестве 13 штук, причем на любые машины, и это радует, потому что на кошмаре реализовать данный X5 было бы, ну, не настолько выгодно, как на любых других тачках, ну и плюс к тому, соответственно, слот в ангаре, открытое все оборудование. Скажу откровенно, за 3113 я могу назвать этот набор выгодным, потому что вы получаете себе коллекционную машину пятого уровня, вы получаете себе контейнеры 13 дней према и возможность 13 раз выгодно победить на каких-нибудь прокачиваемых машинах, для того, чтобы получить как можно больше опыта и быстрее продвинуться к заветной десятке. Плюс к тому, есть обвес крылья ночи. То, что здесь не стоит особого внимания, это 500 тысяч серебром, которое можно нафармить на любой машине восьмого уровня за каких-то там 10-15 боев победных, ну и открытое все оборудование, которое, в принципе, не отличается каким-то высоким ценником на пятом уровне, и если бы вы его себе открывали это оборудование исключительно за свои, то, соответственно, практически не заметили бы уменьшения вашей серебряной копилки. Вот такой вот наборчик, и, честно говоря, я отчасти раздосадован, потому что от пятницы 13-го ожидал чего-то большего. Я ожидал, что в продаже по каким-то приемлемым классным ценам, пускай даже не в составе набора, появятся другие классные машины, такие как Могильщик, такие как Франкенштанг, или, глядишь, Уничтожителя наконец-то выставили бы на продажу за голду, за какой-нибудь баслословный ценник. Но нет, пока ограничились Кошмаром, и я не знаю, может, разработчики чуть позже им что-нибудь добавят, ну а если нет, то тогда я все-таки останусь в расстроенных чувствах. Стоит также отметить, что Кошмар является коллекционной машиной, и вы его можете продать за 250 золотом. Таким образом, вы можете забрать себе все, что положили в набор, если вы покупаете дни прямо периодически, ну а 250 голды назад себе вернуть, такой себе кэшбэк получится. Что касается самого Кошмара, на сегодняшний день вообще не Кошмарит на пятом уровне, против шестерок играть практически нереально. Что касается того, как он игрался раньше, да, действительно, машина была интересная, машина была годная, но годы идут, и Кошмар, соответственно, устаревает вместе с прошествием данных лет. Что касается его возможностей по орудию, как вы видите, 280 единиц Альфы, это действительно хорошая цифра, вопросов нет. У него просто великолепные осколочно-фугасные, которые дают 410 единиц урона, и это очень круто, потому что, допустим, сам Кошмар весит 570 хп. Ну, короче говоря, за один выстрел вы делаете шотным практически любого своего соперника, ну а некоторых даже можете выносить ваншотом в ангар. Но, ребят, стоит также отметить и минусы по данной машине, а в частности по его орудию. Здесь крайне низкий уровень бронепробития, 104 единицы, которого очень сильно не хватает, и вам даже особо не помогут голдовые снаряды со 120 мм пробития, потому что их не хватает для того, чтобы пробивать сушку шестого уровня проходную. Согласитесь, это очень плохо. Что касается времени перезарядки, кто-то скажет, поставь себе калиброванные снаряды, и у тебя будет выше бронепробитие. Я с вами соглашусь, но тогда у вас увеличится время перезарядки, причем существенно. Здесь сейчас 10,5 с учетом того, что у меня на досылатель оборудования установлено, плюс у нас есть с собой еще и амуниция. А здесь, ребят, будет цифра гораздо хуже, если вы поставите себе в слот оборудования калиброванные снаряды, вы прибавляете себе по бронепробитию, вопросов нет, но тогда обратите внимание на то, какая цифра здесь будет. На целую секунду больше. Практически, практически 11,5 секунд. Это просто безбожное время перезарядки для 5 уровня, с которым вы вообще играть не сможете. И при этом ваш ДПМ существенно провисает вниз. Поэтому я бы рекомендовал все-таки пользоваться орудийным досылателем. Но опять-таки, я утверждаю, что в нашей игре нет понятия правильное и неправильно установленное оборудование. Есть просто комфортно для вас или некомфортно. Выбирайте самостоятельно. Также стоит отметить, что просто ниже уровня плинтуса находится время сведения в 4,2, хотя оборудование установлено у нас на сведение в двух слотах, как вы видите. И даже при этом все мы имеем 4,2. Это просто действительно кошмар. Ну и вторым кошмаром данной машины является разброс, который составляет 0,454. Вы даже на средних расстояниях нормально кого-то выцелить не можете в серые зоны. Соответственно, данная ПТХ лучше всего играется прям лицом к лицу к соперникам. Да и желательно где-нибудь на фланге СТ-шек, ЛТ-шек. Ну а еще лучше, если вас бросит против пятерок и четверок, нежели против шестерок. Вроде бы все, что можно было по кошмару обсудить, обсудили. Теперь давайте возьмем машину и ринимся на ней в бой, для того, чтобы посмотреть, на что она способна. Ну что, друзья, поехали. Будем тестить кошмара. Хотя тестить особо здесь нечего. Машина, мне кажется, всем известна. Параллельно с тем, хотелось бы поделиться своим мнением по поводу того, как разработчики это все дело презентовали и насколько я этим доволен. Как я уже сказал, я ожидал большего количества машин и более интересных каких-то предложений в магазине. Я не то, чтобы прям был умнее, чем разработчики и ни в коем случае не считаю себя там мега талантливым в отношении придумок всяких. Давайте будем говорить откровенно. Насколько интересно предложение за 3113 на данную машину? Ну, мне кажется, что не очень, согласитесь. Насколько было бы интереснее, если бы в магазине появилось предложение, приуроченное к пятнице 13-го, допустим, набор за 13666 голды, в котором вам положили кошмар, мародер и, допустим, могильщик. Или могильщики франкенштанг, или, допустим, за 13666 ту же самую магическую цифру положили бы вам, ну, не знаю, возможность приобрести, пускай даже в голом состоянии, того же самого уничтожителя. Ну, согласитесь, было бы гораздо интереснее и гораздо круче. Ну, а так получается, что вроде бы и есть предложение, а вроде бы и ничего интересного в нем нет. Кошмара в свое время можно было забрать абсолютно бесплатно. И многие ребята это делали, и я снимал видео по поводу того, как получить за него компенсацию не миллионом серебра, а все-таки 250 голды, что для многих игроков было гораздо интереснее. Ну, в общем, какое предложение есть, такое есть. Давайте попытаемся сейчас хоть что-нибудь сделать на этой машине. Стоит отметить, что она довольно подвижная, она довольно верткая в отношении передвижения по карте. Все действительно очень классно, очень круто, но все же далеко не самая крутая, далеко не самая результативная тачка на уровне. Ради фана, где-то в каких-то режимах, да, окей, вопросов нет, но опять-таки, 3113 голды. Согласитесь, цифра не такая уж и маленькая. И я все-таки из тех игроков, которые рассматривают наборы в первую очередь как машину, которую ты приобретаешь, а уже потом данный набор как дополнительные вкусняшки, которые тебе положили к какой-то машине. Так вот, если рассматривать набор со стороны самой тачки, ну, вот время сведения, кстати, ребят, и разброс на среднем расстоянии, он уже большой. Если бы не огромная корма М6-го, то мой разброс был бы больше, чем силуэт самого танка. Но это было бы совсем грустно. В общем, ребят, не знаю, в отношении ценника, с одной стороны, с учетом того, что там есть дни према, и Х5, и многие другие ништячки, вроде бы как бы и нормально. То есть, сочетание количества товаров на ценник вполне себе объективно и нормально. Что же касается качества самой машины, если рассматривать именно машину как приобретение, то я бы не сказал, что за такой ценник, если вы покупаете данный набор именно из-за кошмара, то за такой ценник это нормально и приемлемо. Все-таки не стоит данная машина 3 косаря голды. Ну, как ни крути. Поехали искать этого смертника, где он там спрятался от нас. Сейчас, возможно, вообще убежал на ту сторону карты, а с другой стороны машина не сильно подвижная, чтобы от нас так далеко свалить. Вот он, вот он, красавец наш. Вот, кстати, сушечка, правда, 5 уровня. Сейчас попытаюсь фугасом закинуть ему, хотя... Да нет, салба фугасом не выйдет. Надо было все-таки в корму уходить. Так, вот так вот попытаемся тараном немножко добрать. Ну и вот время перезарядки, которое не дает нам отправить данного товарища в ангар отдыхать, и это делает за нас, наш союзник. Что касается нашей результативности, я не думаю, что особо многое настрелял. Как вы видели, бронепробития было недостаточно для того, чтобы даже с бортов пробивать некоторые машины. В частности, Сентинела мы не смогли пробить в борт, потому что он немножко довернулся. И, ребят, Сентинел далеко не самая крутая по бронированию машина, согласитесь, в нашей игре. 1300 единиц урона, и при этом я получаю знак классности второй степени. О чем это говорит? О том, что Кошмар не пользуется популярностью, планка на него абсолютно не задрана. Что касается нашей доходности. Доходность есть, но все-таки не настолько крутая, как кажется на первый взгляд. По одной простой причине, потому что, если я правильно помню, то у меня там были бустеры. Сейчас перепроверим данный вопрос. Итак, смотрим. Да, вот, пожалуйста, бустеры кредитов затянули целых 34 973. Давайте будем говорить 35 тысяч. А чистого дохода было бы, ну, согласитесь, гораздо меньше. 22 тысячи с копейками без према, а с премом было бы, сколько там, ну, 34, да, там, если округлять. Короче говоря, по фарму, понятное дело, ничего вы не получите, потому что это коллекционка. В первую очередь, и коллекционки в нашей игре не особо фармят. Что касается фана, да, действительно, где-то в каких-то режимах фановых, окей, вопросов нет. Порой будет интересно поиграть. Но играть в рандомных боях на данной машине уж точно особого удовольствия, ну, не будет вам приносить данный процесс. Поэтому я бы не сказал, что данная машина является прям годной. Кошмар, к сожалению, на сегодняшний день уже абсолютно не кошмарит. Я продолжаю ожидать новое предложение. Глядишь, может, разработчики что-то добавят. Ну, а вы подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео, которое я буду выпускать, как только что-то новое в нашей игре появляться будет. Я стараюсь специально для вас и побежал снимать именно для вас следующее видео. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok